Ну, во-первых, мне, как уже человеку много проработавшему в кино много лет, где-то, значит, 65-го года моя началась жизнь в кино. И мне, конечно, как бы приятно, что уже молодое поколение молодых людей, в общем, как-то все-таки периодически ко мне обращается. И поэтому я с большим удовольствием работал и над этой картиной, и с этим режиссером Александром Бруньковским, который с большим уважением, может, даже чрезмерным, я считаю, отбыл построже. Но просто эта картина, всегда из каждой картины выходишь с каким-то приобретением. Здесь, конечно, для меня была большая радость, что еще раз на протяжении своей жизни и опять пообщался в творческом, значит, контакте с нашим великим поэтом Евгением Птушенко. И он написал замечательные слова, песни, причем уже на готовую музыку, что редко у меня бывает. Так что я очень доволен этой работой и контактом с режиссером. Вот. А что касается... В принципе, да, ну, вы знаете, нет единых рецептов, что как это, никогда не знаешь как, что будет и как, чем дело закончится. Вот. Но я, конечно, в основном все-таки работаю от экрана, от снятого материала. Мне не столько важен сценарий, который, кстати говоря, читаю, естественно, в начале работы. Но все-таки по любому сценарию можно снять несколько разных фильмов. И можно по отснятому материалу смонтировать несколько разных версий, да? Поэтому для меня все-таки главное – это вот уже то, что я вижу на экране. И мне как бы экран сам диктует или подсказывает характер музыки. То же самое и в вокальной музыке, в песне. Потому что я... Все мое песенное творчество, оно связано только с кинематографом. Я отдельно песен никогда не писал. Практически у меня их практически нет. И поэтому для меня всегда очень важен поэт. И я всегда говорю, что как бы в стихах, которые я получаю от поэта, уже есть мелодии, ее нужно только услышать и найти. И поэтому у меня количество песен очень небольшое в общей сложности, да? Но уровень моих поэтов очень высокий. Начиная от Белла Ахмадулина, Евгения Птушенко, Роберт Рождественский, Леонид Дербенев, Юрий Энтин. Я с другими работал хорошим поэтом, но я перечитаю текст, в котором много написано. У меня уже была там написана мелодия, что редко. Я, как правило, пишу на стихи. Но бывает, когда мелодия рождается просто как тема, и потом ты видишь, что может быть песня. Как вы знаете, в природе существует семь нот. Всего семь. Иногда композитор расставляет их таким образом, что человеку хочется взяться за топор и крушить все вокруг. А иногда они поставлены таким образом, что человеку жить хочется, просто хочется жить. Дополнительное время, и вот это бывает песня. Настолько здорово написано, тоже на готовую музыку, настолько точно в фильме и глубоко по сущности. В общем, это о людях, в общем, ну как бы, моего времени уже. Ну, даже чуть, может быть, моложе. У меня есть мощная идея. Бывает, срывает листву с ветвей, Жестоко до срока, ей так больней. Бывает, и юность такой листвой Не хочет расстаться с тобой У нас, у мальчишек седых Вся судьба вечный, мать молодых Быть вечно зеленым сумей Чем снежней, тем нежней В эту ситуацию мы тоже все попали В 90-е годы. Вся творческая, вот музыкальная интеллигенция, знаем всех моих коллег, все Мы не знали, что делать. То есть мы как бы оказались за бортом, никому не нужно, и казалось, что наша музыка не нужна, и работы нет. И это, так что это все на другом уровне, Может, в другой, как бы, сфере, Но все это очень, через это я лично прошел. И поэтому, когда это все, как бы, минуло, И вдруг пошло снова время, Когда сейчас ты, как бы, востребован, И я, в общем, для меня это большая радость. И то, что я работаю, и то, что моя музыка звучит, Конечно, я понимаю, что время дополнительно есть, Но его очень немного, его нельзя терять. Вот поэтому я очень не люблю никаких тусовок, Я избегаю телевидения. Вот, ну, только что если домой вы приехали, Так бы, вот, меня выточить почти невозможно. Потому что это все отнимает силы лишние, И, в общем-то, ничего не дает. Наверное, это все нужно в более раннем возрасте. Понимаете? Поэтому, может быть, сейчас у меня такая очень интересная ситуация, Я не всегда говорю, может, с гордостью, может быть, нет, Что вот моя музыка, она живет немножко своей, Она скромная, небольшая, она живет своей жизнью. И она, в какой-то степени, более известна, чем я, Так, как вот, просто вот я, Многие не знают, что это музыка, И этот, вот, Евгений Хрилатов, это одно и то же. Я не серьезно говорю. И, в общем-то, я не знаю.